Динамо ТВ Сергей, когда я тебе после Витебска в Перу и обозначил твой знаковый рубеж, первый вопрос, который ты у меня спросил, а что так мало? Я, честно, думал, что 300 уже было, но я, наверное, попутал, что высшая лига и просто образный игр. Поэтому, наверное, высшая лига, хотелось бы, наверное, больше чуть-чуть. То есть, все-таки, если отвечать на вопрос, много это или мало, ты все-таки скажешь, что, наверное, маловато, да? Ну, наверное, да. Так уж вышло, что из этих 300 матчей только, пожалуй, 10% приходится на этап в Минском Динамо. Поэтому вопросов у меня будет не так много, как хотелось бы, но, тем не менее, я думаю, то, что интервью получится продолжительным, потому что Сергей – это тот человек, с которым хочется разговаривать, его интересно слушать, с ним интересно спорить. И я думаю, то, что вы в этом сегодня сами прекрасно убедитесь. Готов? Конечно. Тогда погнали! Расскажи про свое футбольное детство. Итак, лихие 90-е, славный город Жлобин. Как это было? Да я вообще как-то не планировал, наверное, футболом сразу заниматься, на карате ходил. Ну, и вот тут футбол пошел, наверное, как с уроком физкультуры. Это началось, и просто там, и получилось, что мини-футбольный тренер, он учитель физкультуры был. Ну, и вот это как-то завязало, завязалось, и потом я уже там кинул карате и перешел уже на футбол, там, в дюшку Жлобинскую. Медаллуром не хотелся к детству? Нет, у меня даже родители, наверное, еще не работали на Бензе. Ну, такой, да нет, ну, как я был всегда такой активный сам по себе. В принципе, у меня без разницы было, какой вид спорта. Я занимался всем, наверное. Чем только можно было в Жлобине заниматься, я пробовал заниматься. Типичная история, да, для молодого человека. Поэтому, в принципе, я сам по себе такой активный был. Поэтому, ну, просто перешло время и пришло к футболу. И поэтому так. Можно ли сказать о том, что в Жлобине существуют какие-то футбольные традиции? Да нет, их вообще никаких, наверное, нет. Обидно, но их, наверное, нет. Я не знаю, я, конечно, давно уже редко заезжаю в Жлобин, в связи с занятостью. Но хотелось бы, наверное, больше, потому что всплывают это просто, ну, футболисты всплывают так. Ну, вот как минимум два сплывала в Минском Динамо. Это Сергей Матвеевич, Рома Давыск, Крова Давыск. Я вот шутил после Жодина, говорю, что единственный, наверное, в истории Жлобинский фланг был. Но потом вспомнил, что я с Кузьминком играл, он правым центральным, я правым точенником. Тоже, в принципе, он играл в Динамо Минск. Игорь, он тоже со Жлобина? Да. За Жлобинский футбол. Поэтому вот в Динамо Минск поиграли все три жлобинских футболиста. Ну, в целом, какое вот было футбольное детство в вашем городе? Город не очень большой, но тем не менее. Ну, было. Мне еще, наверное, повезло, что, получается, и мини-футбольная команда была, и вторая лига команда была более-менее персональна. Там какие-то у них тренировки, сборы были, там, этот коммунальник. И тренера были, получается, еще сто, но они, наверное, до сих пор и работают. То есть мне еще повезло, что хоть какое-то было футбол. То есть организовали мини-футбольную команду, потом вот этот коммунальный, Парагачой была команда. И я как-то еще попал, наверное, время, когда он хоть какой-то, ну, был футбол, потому что мини-футбольная была довольно-таки хорошая команда, считалось-то тогда. Я вот в ней тоже участвовал, даже еще в мини-футбол поиграл. Там только в первой лидии, наверное, если честно, я так уже и не вспомню. То есть сейчас, наверное, тут вообще пропасть. Вроде хотели что-то создавать, но так оно и не вышло. Ну, вот если Роман Давыским, он сразу попал в Минская Динамо, то тебя забрали в Гомель. В каком возрасте ты тут играл? Ну, я, меня получается, в Гомеле вот спартакиада школ, вот я играл, грубо говоря, за школу, мы выиграли в город, там, ты едешь потом в область, вот, и просто играл за школу, и меня тренер пригласил за лицензию играть. То есть даже не в, я не попал, я же не воспитанный в Гомельского футбола, то есть я же именно, что попал на лицензирование. Я просто ездил на игры, я приезжал вот за день до игры, спал в школе, там, вторая школа, типа, как правильно, ну, она не спортивная, но есть спортивный класс. То есть какой-то спальный класс на был оборудован? Нет, просто. Просто на партах, что ли, спал или как? Да, и на матах спал, просто приезжал, там, выделяли питание, ты поспал на матах. Это жесть какая-то. Я был, ну, не один, там, был, получается, с Рогачева концевой, у вас Динамо тоже был, ну, наверное, не играл, мне кажется, в главной команде, в дубле только. Там, с Речи Сиванька Маевский, он даже не подошел в лицензию, он только со мной. И вот все вот эти ребята, они прошли через эти спартанские условия. Да, и обычно. И расты же футболисты. Три часа на дизеле туда, три часа на дизеле обратно. А если там чуть больше давали на питание, то мог себе позволить пласткарт. Вот, это уже по богатому. Не из-за удобства, это то, что просто едешь не три часа, дизель, а час десять. Да, сейчас за три часа можно из Гомеля в Минск доехать на поезде. Два, 58. Уже каждый раз, каждый год все быстрее. Слушай, ну, это, конечно, крутая история. Ну, видите, так. Очень необычно. Вот один мальчик, который был в перспективе меня в Злобине, он не выдержал. То, что надо ездить и потом в дубль попасть, он остался в Злобине. А я выдержал, попал в дубль, меня взяли. И я как бы жил на базе, да. Ну, все время так. Но у тебя, я думаю, что наверняка тоже были такие моменты, когда в очередной раз после матча ты едешь из Гомеля в Жлобин три часа в дизеле, и ты думаешь, да нахрена нам не все надо. Нет, честно, я хотел. У тебя вот прям вот ты шок своей цели, она у тебя была. У нас был хороший коллектив с лицензированием, в принципе. Тренер мне очень помогал, да, Игорь Давыдович Белкин, то есть это вот, если бы вот тут, грубо говоря, меня, хотя он меня взял, мы играли против его, получается, он судил, ну, вот эти спартакиады. Я там очень, ну, как мы, в маленьких городах, не особо культурные молодые люди, очень много ему плохого наговорил. И он потом вышел как-то, и вот меня взял, я там был в шоке, думаю, да... А что наговорил? Ну, плохое, знаете, я эмоционально сам по себе, и там что-то свистки, а проигрывать не хотелось никогда, поэтому много так, я был в шоке, что человек, может, меня после таких слов там, ну, не там вау, не унижал, но это... И он меня позвал, и вот я, в принципе, тогда, с первого, так, вообще, я не профессионально занимался футболом, и так, шух, и сразу там лицензия, потом юниорскую сборную, там, и все, и пошло, пошло, пошло. Ну, твоя настырность и целеустремленность, получается, она тебя вот и привела к тому, что ты сейчас в жизни имеешь. Ну, скорее всего, если быть объективным, то за счет характера, наверное, только и получилось, то, что я там доиграл до этих лет. Надеюсь, что еще поиграю, если еще лимит на ветеранов не ведут. Хорошая идея, нужна, да. Хоккей было, чего? Чуть что? Два года назад в хоккей. Для футбола, вот это если ведут, запатентуешь идею. Дайте мне, пожалуйста, еще пару лет. Ну, и поэтому я же говорю, что я характер, ну, характер в основном, ну, наверное, здоровье, с счет чего, что получилось, что я терпел и просто работал. Терпел и работал, у меня нет там одаренности, как там Виталика Лисаковича, объективного, там, много еще других, конечно. Да, то есть есть случаи, когда кто-то берет талантом, а кто-то берет именно упорным талантом. На нашем уровне, ну, наверное, поэтому я и не уехал, может быть, никуда и не было принципиальной возможности. Ну, может, какие-то минимальные, но, скорее всего, только за счет этого, что в нашем чемпионате, наверное, это еще и прокатывает. Так, получается, то, что провинциальный парень из Жлобина, который спал на матах и на партах в школах, который приезжал только на матчи, очень быстро прошел этап от лицензии до основного состава. Да. Как так получилось? Транзит такой быстрый? Да, я, наверное, в дубле, наверное, год там побыл, два, может быть, какой-то. Я так тоже не вспомню, но как-то у меня все так чук-чук-чук и все, я уже сразу под основой. Вот это удивительная история. Ну, у меня поэтому на этом мы всегда и конфликты случались, там, и в дубле с ребятами гомельскими, что, типа, папенькин сыночек называли, что я так быстро-быстро все это. То есть я был, в принципе, ну, у меня, в принципе, нет плохих отношений ни с одним тренером и не было. То есть я всегда хорошо со всем. Ну, зависть, она всегда присутствует, понятно. Ну, просто да, и учитывая, что я молодой, я там, вот, как сейчас ребята, например, я их учу, добейте, катитесь даже в меня, ничего страшного. То есть я такого не чурлялся, мне было без разницы. А они стесняются даже, там, в опытного, там, вгрызться, там, ударить, я не знаю, даже если это не то, что специально, ну, там, ну, видно, они уступят. Я не уступал, поэтому у меня всегда были конфликты. Слушай, на вопрос, который нельзя не задать такому опытному мастеру, как ты считаешь, почему сейчас? В наше время, вот эта вот переходная фаза, вот, даже дубля до основного состава может занимать год-два, хорошо, если, а бывает три, больше. Ну, сейчас, видите, сейчас же и молодой в 24 года еще, еще молодой. А у нас, моя молодежка даже, ну, все, мы все играли в 20 лет уже в составе, в 19, в 18, без лимитов причем. В чем проблема, на твой взгляд? Ну, я не знаю, наверное, характер, ну, это, наверное, и родители должны, ну, сейчас родители лезут в себя, я, он иногда проезжает, 100 родителей смотрит за ребенком, там, чуть-чуть 15-летним, как он тренируется. А я в 16 ездил один в дизеле, в Гомель, и бывало там, бывает, там, купишь сладкого, не поешь, там, семечки ешь, поесть семечки. Ну, то есть, ну, это закаляло характер, в любом случае, ты сам понимал, что, ну, тебе надо. А сейчас, почему, 15 лет, мама на Q7 приехала, привезла, у тебя все классно, ты сел в машину, потом, мама, ну, ты вот там хорошо сыграл, тут у тебя ранка, у меня малой, он в садике, воспитателя больше пугаются, что он приходит побитый, а я нормально к этому отношусь. То есть, ну, там, ну, что ты сделаешь, если он бегает, ты же не будешь ему ходить там, подтирать все время. Ну, то есть, так и должно быть, как это было в твоем детстве, в нашем. Ну, я думаю, мне так проще, у меня в семье так проще, я не могу говорить, что это правильно, это моя семья. Но я вот вижу, что проблема в этом, что сейчас много-много всех жалеют друг друга, там что-то, родители лезут, тренера более, может, надо, тоже жестче. Ну, и работа с детьми, наверное, ну, психологически, может быть, если у них самих не получают. Ну, они должны быть наглее, в любом случае. Почему все говорят в Европе, что там-то? Потому что там наглее, а там за тобой очередь стоит. И ты не будешь такой, у тебя другой будет. А у нас, мало что их мало, поэтому они еще и стесняются. Они все стесняются, вот, любой, было и в Солигорске здесь. Кто чуть наглее, Виталий Лисакович, он просто борзый, наглый человек. Сколько раз я с ним ругался, вы спросите, это каждый день. Наверное, все в Шахтере просто ненавидели его, наверное, даже. Ну, именно, ну, конкретно тренировки. То есть, он нормальный, мы никакие, я ему сейчас писал в Инстаграм, поздравляю, то есть, все отлично. Но он просто борзый, и это раздражает. И это его, да, это его подняло. Но это так раздражает меня, например. Я думаю, не только тебя, много кого-то. Но он за счет этого, увы, за счет характера. Характер, 100%. Ему было без разницы, кто ему говорит, и что. Поэтому я думаю, что проблема, ну, минимальная, это не глобальная проблема. Ну, будут злее, будут лучше. Ну, у нас примеров много. Ты в тему очень хорошо сказал про Лисаковича, и теперь вот вопрос к тебе. Как закалялся характер Сергея Матвеевича, когда вокруг тебя такие крутые мастера, как Стрепейкис, Василюк, Надеевский и так далее? У вас было много классных ребят в Гомеле, опытных. Как тебя воспитывали? Дедовщина. Это было 100%. Расскажи, что это. Ну, конечно, получал я за все. Любое, что виноват. Мы пропустили за Биллинтруф, верно, я виноват был. Всегда. Да, то есть, там, игру, когда Юрьевич меня выпустил, поменял на 43-е, помню, минута 20-е. А я крайним хавом, по-моему, играл, выходил еще. Я не защитник. Второй матч карьеры. Да. Я должен был, я не замкнул что-то, и должен был там обрезать, или я виноват остался. То есть, они кричали мне, это на каждой тренировке. Там, международно проверишь, я помню, подкатились под меня 6 человек сразу, взрослых. Они это не прощали. Ну, это было нормально. Ну, я, как бы, скажем так, относился к этому правильно. Ну, я вот считаю, что я относился правильно. Я молчал, не отвечал, но, скажем так, терпел. Но вел все равно так себя, как я считал нужным. Я не прогибался под ним. Ну, они мне очень много, почему и советами помогали, и всем. Когда надо. Ну, когда надо, и воспитывали. Ну, и у нас было, что да, то сейчас 7 администраторов там, да, там все сам, все делаешь, выходишь там. Стираешь за собой, моешь, гладишь, это все. Да, все это было, поэтому, наверное, сейчас. Но, опять же, вот это мне характер и помог, наверное. Но я, как всегда, со старшими общался. Я никогда не был с младшими, с ровесниками. То есть, я вот с лицензией сразу в дубль. А в дубле я уже общался сразу с 86-м годом. Уже сразу. Я, то есть, своих ровесников проскочил. Попал в основу. Я, в принципе, сразу уже и в картишке играл с взрослыми ребятами. И все сразу, и опять сразу со взрослыми. То есть, если даже вспомнить, там, кто старше меня был, там, пятый год. Там, вот, ребята. То есть, а я уже общался все равно со старшими. Там, как-то вот Саня Шагойко тогда, поскольку ему тоже под лет 30, наверное, было. Даже чуть младше, 28. Вот я с ними уже больше к ним ходил. Ну, так. И выбрал понемногу, понемногу от стариков, от старших. Ну, вообще было. Ну, слава богу, что я не взял и хорошее, и плохое. Ну, понимаешь, можно же взять разное. Ну, дай бог, меня пронесло, что я взял только хорошее. Ну, они не скажут, что они плохие. Просто есть же у каждого свои вопросы. Кто был самый жесткий дед в Гомеле? Дед, наверное, Валера Степекис. Он бубнял все время на меня такой. Ну, именно бубнял. Все время недоволен. Он массаж мне не давал сделать ничего. Если увидел, чтобы я лежал на шею. Ну, молодых массаж это вообще что-то... В то время это было... Вот я один раз нечаянно лег и поплатился. Он так... Ой, ну, я даже... Пусть не обижается, но было жестко. Он мне там с ногой скинул с этого стола, я просто убежал от этого. Вот так вот. Ну, поэтому... Ну, он все время вот так бубнил. На меня так сильно. Сейчас такое представить невозможно. Конечно, я сейчас суд подаду. Но характер. Характер. Это закалять. Сто процентов. И мы... Надо стараться, чтобы они... Мы же тоже помогли. Это мне помогали, но я должен помочь им. Они не говорят, что это не выплывает. Как я сегодня шутил, зяба. Зяба, не учись хорошо подавать, то я еще поиграть хочу, чтобы он на мой... Такого нет. Кирилл Забелин, игрок нашего дубля, кто не знает, да? Да, поэтому надо помогать. Твой дебют. Наверное, хуже не придумаешь. Это да. Конец сезона, домашний матч. В Гомеле тогда людей ходило очень много. Шестой год. Да. Встреча против МТЗ Репо. Ты выходишь на 65-й минуте. Молодой игрок. Восемнадцать лет тебе, по-моему, тогда было. Вроде бы все хорошо, за исключением одного маленького нюанса. Команда горит 1-5. Ты выходишь, вы пропускаете еще три мяча. Забели один. И забили один. Как это? Это, по-моему, ну, катастрофа для молодого. Я думал, что почти закончил, наверное, тогда карьеру в Гомеле. То есть обычно же как... Там, получается, все руководство сменилось. Ну, менялась власть, получается, немножко тренера. И все. Я думал, что придет сейчас новое и всех подвинут. Ну, мне как-то еще подвинут. Но это ужасно было. Но самое смешное было, что в тот момент, когда я потом начал вспоминать... Тогда еще было смешно даже? По главному экрану транслировали игру. Батэ Шахтер. В смысле, ушла игра и еще показывали... Да, Батэ Шахтерка нам в снегу играли. Да. Золотой год, да? Наши болельщики тоже помнят. Да. Да. И получается, они нам забивают, они становятся... Это за репопу, да, это медали. Да, да, да. Получают на первый раз. И Славка, Глеб, Сора. Как Сора разговаривал матами одними со Славкой и Глебом. Потому что забивает Батэ. Они выигрывают. Да, да, да. Шахтер проигрывает. И все. И тогда вот это вот прям онлайн получалось, что они видели, как выигрывала Шахта. И это все вот параллельно с игрой. И прям как они ругались прям в игре. Ой, Славка тогда вообще, я тогда вот узнал, что такое. Я как бы футболом не увлекался, фамилии дал. Вот тогда Глеб это столько, Сору так разваривал хорошо. Получше, чем Жанпо. Да, нет, вообще отлично. И вот тогда это, да. Это было вот такое... Ну, 8-2 это понятно. Ну, я и молодой, принципе. Понятно, почему они летели так. Да. Ну, то есть такое было. Ну, то, что они делали все хорошо, а и там такой разворот событий. И все это видят. Ну, это интересно. Слушай, ну, когда молодой игрок выходит при счете 1-5, не в свою пользу, ему страшно? Или он думает, а терять нечего, хуже уже не будет? Да нет, это уже было понятно, что мне хуже. Нет, мне надо было... Грубо говоря, я понимал, что мне надо вот попасть. Ну, я должен фамилии там прочитать, что я сыграл в высшей легии. То есть, что я уже вышел, я уже попался. Мне оставалось только мое дело, ну, как образно, закрепиться. Но... У меня уже было как камера. Я понимал там все разговоры были, и тем более общались, что понимали, что там половина уйдет, туда придет, неизвестно, кто тренировать будет. И мое дело было, главное, чтобы выйти и попасть. Что я матвейчик, я вышел на поле, и там будет старый тренер, новый тренер, он знает, что я там участвовал. По крайней мере, был такой. Но ты вышел, команда глотнула еще трешку. Как после этого молодому футболисту не сломаться? Нас бывает... Да, честно, я нормально это вообще. Потому что там, я все понимал, что это там было уже, как правильно, как объясняли стрики, что взрослые ребята, что это было так, дело времени образно, или тренера они не взлюбили, я не знаю, что там происходит. Ну, я вообще-то нормально отреагировал. Мое дело было, я говорю, я ждал, чтобы не сменилось все, чтобы не закрылось, чтобы остаться в клубе, и чтобы мне доверяли дальше, и все. Я как бы спокойно. Довольно спокойно, не близко к сердцу воспринимал. Нет, я говорю, мне главное было, чтобы дальше все развивать. Но следующий матч, ты про него уже сказал, был не скоро, только в сентябре следующего года против Минска, и тогда тебя тоже проучили. 43-я минута. Ну да. Это воспитательные меры такие. Ну, я сразу, вот это было мне расстроено. Я так думаю, блин, опять вышло, и опять не то. Ну, хоть выиграли. Но я так понимаю, что это да. Потому что я там, именно 43-е поменять, я думаю, что это такое. Анатолий Ивановича свои методы, может быть, я не вспомню, конечно, как я играл плохо или хорошо, но 43-е, я думаю, две минутки можно было дождать. Но вот именно вот эта пикантость. Ну, я думаю, что это психологические моменты. Наверное, это его, потому что он и ко мне тоже, как много мне подсказывал, и я думаю, что это такие воспитательные какие-то, чтобы там сразу не взлетать. Ну, надо объективно брать, там 2007 год, там состав был. Там 18, хорошо, что я вообще ездил с ними рядом. Набирался опытом. Да, поэтому, во-первых, медали эти серебряные, во-вторых, там, кого не назови, 300 моих игр это ничто, по сравнению с их, кто там играл. То есть там люди поиграли на таком уровне все, все именитые для белорусского футбола. Поэтому так сложилось, что получается, вот, задачу поставили, ну, какой я там, кто я там должен играть? Молодой, какая, да лампочки, кто я. Поэтому, слава богу, что я с ними вообще тренировался. Поэтому мне это тоже, может, лучше с ними было тренироваться, чем играть дубли. В 2013 году ты переходишь из Гомеля в Солигорский шахтер. И добавим немного остроты. Как говорится, интернет помнит все. И, готовясь к интервью, я нашел очень интересную вещь, за которую хочется спросить. А Динамо? Да. В апреле 2013 года была история с журналистами, тебе пришлось немножко оправдываться, но ты сказал очень интересную вещь, то, что мне не нравится миска и Динамо. Почему? Что? Откуда? Ну, вот то, что мы боролись с вами, наверное, за третьи места, вот эти в Гомеле последние годы, и все развязки заключались в этом. И все матчи были интересны. То есть вот каждый матч в Гомеле мы становимся третьими. Как мы вспоминали, Афонька не забивает пенальти, полная трибуна фанатов, это раньше как ходили. Я говорю, это казалось вообще какой-то космос. Я тогда со сборной приехал, наверное, на замене сидел, не играл, по-моему, в ту игру. Я вышел в конце, наверное, может. И это фанат Фаеров поубегали, когда гол забивают. Как-то я не помню, кто забил. Фаеров было много. А кто-то забил такой шикарный гол нам. Потом Коля Кашевский в варежках играл, там рука сломана, он не в перчатке не влазил, а в варежку доделал. Да ладно. Да, фотка дойдет, просто в варежках играл. Тоже забил там. То есть такие развязки было интересно. На Динамо Юни, когда шикарный там фан-сектор эти, в Гомеле много ездил, в Динамо на Юни там шикарно сидел, помню. Динамо в Гомеле это был любимый выезд. Я думаю, Монторуб забил, оказывается, весьма с вами Фигерера. Фигерера. Вот он забил, эту фан-сетку запрыгнули там, и мы не стали третьими. И вот такое, наверное, это то, что я как молодой, для меня это эмоционально было, потому что, ну, интересные все матчи были. То есть и такое для меня это было, вот мы с вами боролись, и вот так, наверное, на этом. И сузи, да, потому что я, например, вообще не помню, как я против Шахтера играл, только вот помню последний год. Да, ты говорил про это. Что вот я и помню, играл против, да, вот эту игру с МТЗ Репо, а вот после, как переходя в Шахтер, я только одну игру помню. Мы играли с ними на кубок, наверное, и вот там, я удаление, ну, с подменем, получается, Рашка или Коломыца Юру удалили, я заработал, типа, и мы тогда там Нищу сыграли или выиграли, уже не помню, но, то есть, такие вспоминания именно только про Динамо, да. Ну, и Динамо, я не знаю, я еще и за лицензию играл, хрустальный мяч против Динамо, это уже мы тогда рубили с Гомелем, еще помню Хрусталку, здесь играли на Динамо, на старом. Да, раньше противостояние Гомеля и Динамо на юношеском уровне, это было очень серьезная вещь. Школа серьезная была. Да, пепышники тренировали, по-моему, мы тут играли на Динамо, первый тайм выигрывали, потом там, ну, потом не дотерпели. Потом, да. Ну, теперь понятно, прояснили, спасибо Сергею. Шахтер, Сальгорский шахтер, ты основную часть своей карьеры провел именно там, больше 250 игр, естественно, для Сальгорска ты стал легендой. Ну, там много нас таких, ты много поиграл в Сальгорске. Да, но тебя любили болельщики, тебя любили в городе, вот. И главный вопрос, насколько было обидно после завершения чемпионата в прошлом сезоне, когда свисток финальный после матча с Батетой узнал, что Шахтер стал чемпионом, и то, что ты столько лет провел в Сальгорске, но чемпионом не стал, и вот так оно все сложилось. Насколько было обидно? Нет, вообще никакой. Ну, вообще ни капли даже. Ну, мне неприятна моя ситуация, как я ушел оттуда. А то, что стали чемпионами, ну, это же не во мне дело. Ну, Яшинца Милашин. Нет, понятно, что дело не в тебе. Да, нет, то, что я, нет, я был больше рад, что мы хорошо сезон закончили, по крайней мере, так как он складывался ужасно, и мы хорошо... Это точно, да. Концовку немножко не хватило, может быть, запрыгнуть, конечно, вообще было в четвертое, трое, третье место, это был вообще космос. Я больше был вот отталкивался в то, что мне было более приятно, чтобы я, во-первых, вернулся в состав, я не играл по-какту, мы начали выигрывать, мне больше это было приятно. Ну, вот так. Так, скажу чуть-чуть, у меня даже медаль колизала. Заслужил. Кто, если не ты? Ну, так мне и сказали, поэтому пусть просто будет она. Я надеюсь, что она у меня будет настоящая еще теперь, когда я сыграю, все, все. Справедливо, справедливо. Но вот она, вот мне больше вот это приятнее стало. А так, так сложились ситуации, и поэтому как-то надо... Ну, жизнь футбольная, она такая, да? Да. Поэтому нет. Говорить потом. Я говорю, что я был больше вот рад тут, так сложилась ситуация, что я начал играть, выигрывать, и это мне было более приятно. Первый матч после возвращения, вернее, первый матч после ухода из Шахтера в Динамо в Солигорске. Насколько было непривычно заходить в раздевалку, но поворачивать не направо, а налево? Ну, немного у меня здесь. Многие тебя самого не ненесли в правую сторону тогда? Ну, такое, да я сам, конечно. Но я, самое интересное, я на всякий случай себе это прорабатывал, чтобы не пойти. Да, ну, мало ли. Это же такое, ты... Да, на автомате. Мучшая память образная, да. Я сам себе заходил и подумал. Ну, такое, конечно, эмоции, даже в город, я въехал, у меня все эмоции, космос. И, во-первых, я еще играл нападающим, я... Это вот вообще... Ты знаешь, если я нападающим, еще забить, то есть, защитникам понятия, и так, у меня там пять головок. Но сработало ведь, самое главное, забили, победили. Ну, да, видите, понимаете, и тут, вы видите, я... Тут я и за... Помол. Так, Шахте мог лишить чемпионства, усложнил задачу. Усложнил, конечно. А потом в последнем матче помогают. Да, да, вот так вот перипетийите. Да, и поэтому, наверное, так и было. Может... Да и мне и надо было, наверное, уже. Как... Кто мне как-то советовал один в футболе, что долго сидеть, тоже плохо. Наверное, может быть, надо было уже как-то и раньше где-то. Очень тепло у тебя приветствовали трибуны. Ну, я говорю... Несмотря на поражение, в Солигорске публика очень своеобразная. Пусть не обижаются на меня болельщики Солигорска, но, правда, чуть что не так, хотя и у нас то же самое. Если что не так, сразу критика жесткая, поливает в полной программе. Там, если 15 минута 0-0, и ты не спешишь в атаку, уже сразу вы, а что вы играете? Ну, тут борьба за чемпионство, команда проигрывает, но Матвеевича встречает просто овациями. Я же свой парень был. Что, я жил... Если не брать легионеров, из белорусов, один я, наверное, жил только в Солигорске. Все остальные... Минск, еще кто-то ездил, а я так... Поэтому я всегда... Город маленький, общий. Очень, да. Он, кажется, что... Он там 100 тысяч, да, там... Ну, он вот плотный. То есть, ты сходил в корону, все, полгорода уже знаешь, что ты в короне был. Поэтому, там... Я, в принципе, знаю то, что... С корзиной продукта быть аккуратным в этот момент, да. Ну, опять я свой, мне все можно было. Все все знали. И так по этому... В Минске на сегодняшний день ты провел 16 матчей. Понятно то, что еще все впереди, мы очень надеемся, самое лучшее впереди. Но какие-то промежуточные итоги, про них у тебя можно спросить. Вот доволен ли ты тем, как сейчас складывается у тебя карьера в Минском Динамо? Начало было, да. Начало было... Ну, начало. Я говорю, что в принципе, если бы мы вот этих пару... В начале вот пару игр, которые мы там немножко, наверное, неправильно делали, сами футболисты имею в виду, то есть, если бы мы вот были как в конце сезона цельным, вот это все выполняли, я думаю, что было бы... мы бы заскочили в эту тройку, и было бы гораздо все проще, и было бы более позитивное мнение. Так, пока... пока никак, наверное, именно про футбольную составляющую. Пока... Ну, что я могу сказать? Ну, выиграл пять игр. Ну, и что? Ну... Пока играю в составе. Хорошо. Выиграю там определенную конкуренцию. Это хорошо. Ну, а пока ничего нету, две игры. Пока... Ну да, чемпионат только начался. Опять же, да. И потом, что-то не опять буду сидеть на замене, опять, но не то. Поэтому, надо выигрывать. Можно сидеть на замене, но пусть команда выиграет. Тогда можно сказать, да, ну, там, ты опытом помогаешь, я не знаю, разговорами, тренировочным процессом, создаешь конкуренцию кому-то. Тогда можно. А сейчас пока... Тот сезон, вроде, да, доказал, там, начал играть. Ну, опять же, наверное, нет хорошей жизни и там не в свою позицию. Я тоже верю. Надо... Пока скомканное впечатление именно в футбольном состоянии. Если брать глобально, что Динамо Минска, ну, топ. Конечно, мне приятно, что я играю в таком клубе, городе, после моих образно маленьких городов, учитывая, что Гомель для Минска тоже маленький. И это чувствуется во всем, то есть, этап в развитии самого города даже. Поэтому это космос. И я даже тут много, я думал, что почему не ходят люди, не знаю, но узнают. Вот я в Грушевке живу, просто постоянно спрашивают. О, это интересно. Я даже не знал, что настолько там знают. Ну, людей много, почему? Горона Грушевка наша. Ну, почему? Нихуй на стадион, ну, понятно, что всякие ситуации мы не будем. Да, не без этого. Хотелось бы, хотелось бы. Потому что, ну, как бы кто ни говорил, это классный стадион. Сколько бы, неважно, стоит или не стоит, это не в этом же дело заключается. Но стадион-то классный, если придет много людей. Вот на сборную приходила офигенная атмосфера. Поэтому, я думаю, если бы ходил, вообще был бы супер. Потому что такой... А «Динамо Юни» как тебе? Новый? Потому что ты говорил, что старый стадион, тебе вообще кайпила от него. Да, это было лучшее. Ну, вот из выездных, конечно. Центральный, Гомель – это футбольный стадион. Тут вопросов нет. Согласен. Центральный – это сто процентов. В июне было, ты приезжал в газон, трибуны, людей, фанаты. Ну, космос. Даже вот эти, которые были в раздевалке, эти ужаснейшие. Да поздно. Без этого. Честно, это было без разницы. Это классно. Был стадион. То есть, лучше приехать на такой стадион, переодеться в автобусе, но играть на таком стадионе. Извини, перебью. А сейчас вот когда в этом году мы тренировались, когда ты вот в раздевалке здесь заходил, вы же там же переодевались. Да. Ностальгия была, пробивал. По старым временам. Как бы такой, я что там один матч в год, два сыграл, получается. Тем не менее. Ну, прикольно. И то я в этом году пришел, они такие… Ничего не поменялось. Да, все так же. Честно, ну, и стадион лучше. Да, сейчас, конечно, космос. Еще вот как на центральном. Эту трибуну четвертую вообще было бы. Ну, вот да, есть у нас. Ну, и синтетики. Тут, конечно, синтетиками. Ну, детей столько занимаются. Тут, конечно, это уже нельзя. Конечно, хотя мы сегодня вышли натурально, космос. Ну, тут уже женщины, дети. Тут надо тоже подстраиваться. Ну, он все равно классный. Они его доделают, повесят эти рекламы, баннеры, табло. Я уверен, что там будет космос. Маяковка рядом не стояла с ним. Открытие уже скоро. А Минска, ты раньше говорил, что тебе не очень хотелось бы сюда перебираться, потому что суета, пробки, ты это все не любишь. Мне тяжело. Привык? Нет. Серьезно? Серьезно? Я на выходные езжу дома. Постоянно в Гомель. 300 километров, вот, час на два, час поеду на один выходной. Ну, мне тяжело. Честно, не могу привыкнуть. Мне устаю ездить. Семья у тебя здесь? Мы вместе ездим. И вы постоянно ездите в Гомель? То есть свободное время вы проводите не где-то здесь, в торговый центр, парке, в Гомель? Ну, бывает, конечно, не каждый выходной ездим. Но нам тяжело, по крайней мере. Вот мы с супругой общаемся, полдня убившись, чтобы все, и полдня потерял. Я пока к этому не могу. Я по Сальгорску вообще тяжело мне пристроиться к движению. Если я ездил пешком, ходил на тропку и на велосипеде. То есть полдня убить в Гомель съездить – это норм? Ну, там, во-первых, своя квартира. Ну, это раз. Ты патриот. Это круто. Ну, мне тяжеловато. Я, например, я вот еду на стайке, 40 минут туда, я вообще… Все говорят, ну, что тут ехать? А я вообще, я приезжаю домой, я больше устаю за дорогу, чем за тренировку. Ну, почему-то так. Хотя, вроде, ну, не сказать, что тут пробки, там, вау, но все равно это перестроение. Что-то так. Где тут припарковаться? Во двор приехал. Что-то тыркаешься, там, машину шесть раз поцарапали, уже думаешь, да е-мое, там, Гомель кинул ее, там, во дворе. Ну, как-то так. Мне пока ближе там. Я, ну, вот сколько мы думали. Мы не пришли к мнению, что… Для детей, да. Развитие, ну, конечно, небо и земля, Гомель. Гомель тоже хороший город. Хорошая деревня в развитии. Вот, если брать. Я не беру Жлобин даже. Просто Гомель, второй город Беларуси с Минском. Пластический вопрос. Сергей, 300 матча в высшей лиге, классная дата, знаковая дата в твоей карьере. Какой первый матч у тебя сразу приходит в памяти? Расплывает, когда ты думаешь об этом? Вот сходу. Да не знаю, наверное. Ну, 2-8 всегда стоит. Первый матч, да. Я не знаю, но он стоит вот такой-то, если так вспоминать. Ну, меня, наверное, нет. В чемпионате таких не вспомню. А вот у финала кубков, наверное, всякие. Больше кубковые такие. Все финалы. Ну, первый матч, в принципе, ответ пойдет на этот вопрос. Еще интересный момент. Ты парень агрессивный, на футбольном поле, жесткий. Как сам говоришь, ты довольно-таки нервный. Но что самое интересное, у тебя всего одна красная карточка в чемпионате. Была еще одна в карьере в Лиге Европы. Но именно в чемпионате одна прямая красная и одна двойное предупреждение. Как это получается? Прямая красная и спортивное поведение. Даже не за грубость на поле. Ну, молодой. Не разобрался. Наговорил много. Орест. Матч, да. Да. Щербакова много наговорил. Потом извинился. Две игры дали, наверное, даже или три. Как это получается, что вот ты вроде бы такой жесткий на поле, но… Жесткий, но я… Умеешься контролировать. Я никого не бил никогда сзади. Кроме шутей. Про… История. Да. По крайней мере, ну, не старался. Ну, никогда нет у меня такого, чтобы прям переломать. Просто иду жестко в отбор. Но при этом умеешься держать в узле, так сказать? Ну, приходится там, да. Если ты получаешь желтую карточку, ну, приходится, конечно, уже. Ну, и хоть бы там я с судьями, наверное, со всеми ругался, я со всеми очень хорошо общаюсь. Я никогда там… Потом извинюсь 10 раз еще, если там даже где-то липану. Ну, учитывая, что в любом случае, как будто я уже поопытней. И они, наверное, более относятся, ну, понимают, что… Молодому, можно сказать, что… Ну, я… Скорее всего… Ну, приходится. Не надо же играть. Никто, что не будет по-другому. Если будешь получать красное, кому ты нужен будешь. Сергей, и в завершении нашего интервью хотелось бы тебя попросить об одной вещи. Давай с тобой попробуем составить Dream Team тех футболистов, которые тебе больше всего запомнились из Минского «Динамо», против которых ты играл, уступая за «Шахтер» и за «Гомель». 300 матчей высшей лиги. Давай, наверное, начнем вот по порядку с «Вратаря». Вот самый «Вратарь», который тебе запомнился, против которого ты играл. Тяжелее всего было играть. Да, Гутер хорошо стоял. Он везде хорошо стоит. Его называть можно любую команду. Играет. Играет. Ну, не стоит, играет. Не знаю. Вратарина это обижается, когда это говорят. Как-то у него все хорошо получается. Да. Саня Гутер. Окей. Защитники. Левый защитник. Монтарук. Сразу. Отлично. Два центральных. Ну, будет то, что я так хорошо помню. Это Политевич и Ивангура. Правый защитник. Иритила. Центральные полузащитники. Центральные. Банангой мне нравился. Что тогда я не вмещу там хороших много центральных полузащитников. Ну, Драгун я просто не играл. Просто Кислого Путила их можно назвать, но я против них, честно, мало. Мало, да. Они рано уехали. Они уехали, да. Ну, Драгун. А сейчас ты играешь с ними вместе. Стас, Драгун. И крайние полузащитники. Ну, 4-4-2. Мы возьмем схему. Бананг. Так. Левый полузащитник. Стасевич за Динамо хорошо, но я как-то не Динамо. Ну, играл за нас в конце концов. Да. Пусть мы тоже вместе играли. Ну, да. Будет, наверное, Стасевич. Пусть тяжело будет. Правый. Правый полузащитник. Чухлей. И нападающий. Нападающий. Здесь. Победаю этого сразу. Здорового, который уехал в АПЛ. Диаманда. Так с ним легко игралось. Как вы? Легко игралось? Вообще. Ну, с ним легко. Ебалу, да. Называйте. Ну, просто вот он на памяти у меня постоянно что-то стоит и все. Казалось бы, да. Вот, пожалуйста. Еще один, да. Подожди. Ну, подожди. Диаманда. Ну, хотя ладно. В принципе, ответ пойдет. Ты его запомнил, но против него игралось легко. Это интересно. Еще Пименов, да? У вас Пименов был? Или Сычев? Оба были. Ну, как сказать. Сычев, да. Поиграл немножко. Пименов, да. Я все что-то путаю. Пименов, да. Играл против него. Он еще на тракторе выиграл. Зубович. Может быть, Веселинович. Дамьянович. Сорока Антон. Да. Сыр хороший был. Давай сыр наберем. Динамо тогда вообще. Он запивал много. Да нет. Он сборную прижал. Казал Сочи. Либо, может быть, вечера. Нет. Вот так вот. Ну, Антон Сорока, да. Нет. Он сыр тогда в то время врел. Националки, когда играли, казалось, вообще чудак должен ехать. Такой космос. Ну, что-то травма, наверное. Танк такой. Друзья, ну и завершаем наше интервью нашим классическим конкурсом. Мы разыграем футболку Минского Динамо от Сергея Матвеевича с его автографом. Он подарит ее тому, кто правильно ответит на вопрос, кто из футболистов Динамо, Минского Динамо, против которого он играл в составе Шахтера Гомеля, запомнился ему больше всего по игровым качествам. Ответ пишите в комментариях. И, конечно же, не забудьте ставить колокольчик, жать лайки и рассказывать об этом видео своим друзьям. Для нас это очень важно. Подписывайтесь на мой инстаграм, я раз в год закидываю фоточку, историю. Ну, короче, вот это, кстати, раньше ты его вел гораздо активнее. Ну, да, видите, не хватает. Суета, много движения в Минске, я не успеваю. Да, у меня не хватает свободного времени. Вот так бывает. Ты когда-то рассказывал, что Баламо еще вообще неактивный социальный, а ты был просто мысль. А сейчас все поменялось. Ну, видите, у него появилось много свободного времени после расторжения, а у меня, наоборот, мало. Поэтому, да нет, честно, интересные вещи. Сижу в нем постоянно, смотрю, вот много столько интересного. Ну, реально, ну, без него очень тяжело. Все рекламы, все, что интересно, все, все видео, все голы можно посмотреть. Раньше надо было искать, ссылки какие-то. А ты теперь все удобно. Весь НХЛ пересмотрел все голы, все, уже все посмотрел. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, они все есть здесь, под этим видео. А я и пост, ну, обязательно. Словили на слове. Сергей, спасибо, что пришел к нам. Сезон только начинается. Мы желаем удачи. С тренер высшей лиги встретимся, расскажу еще что-нибудь. Да, рассказать тебе всегда есть что. Я думаю, это видео понравится нашим ребятам только благодаря тебе, твоей открытости. Серега, удачи и пускай у нас все получится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok